Добрый вечер тем, которые подошли. У меня все по времени, время настало. Знаете, то, что сегодня я провожу вечер Добрынина, это уже не первый раз. И знаете, это вытекло довольно-таки интересное мероприятие. Это очень живое. Я раньше хотел, знаете что, думаю, возьму маленькую биографию, немножко расскажу Добрынину и спою его песни. Спел, сделал. У нас был другой директор, Марина Владиславовна, и вдруг, я веду караоке, приходит мужичок и говорит, здравствуйте. Ну, мне его представляют. Золотой голос доктора Шлягера Алексея Зардинов. Я был в шоке. Мы приехали, как говорится, и он целый концерт бесплатно нас дал. Мы с ним познакомились, как говорится, дружились. Потом разговариваем с директором, он говорит, я послушала, что ты поешь Добрынинский. У меня знакомый Алексей Зардинов, он у меня работал и так далее. Ну, он у него работал и работает. Сейчас, это самое, три раза он здесь выступал. Вот, я заранее вам, знаете, что у меня видеозаписи нет, поставлю голос его, чтобы вы не поверили, что это было. Все, кто был на этом вечере неоднократно, бесплатно. То есть, вышло, представляете, как просто я не думал, а что вышло. То есть, это все живье. Он тоже 64-го года, и голоса нам с ним похожи. Это его живой голос. Три раза он выступал у нас. Кто-то на концерте был? Не был, да? Из тех, которых этот... Ну, ладно, я начну. Итак, Вячеслав Добрынин, знаменитый российский исполнитель эстрадной песни, композитор, народный артист Российской Федерации. Хиты музыканта 80-х, 90-х годов, кажется, звучали повсюду, отовсюду. Пьетца с хрипловатым голосом полюбили миллионы. Добрынин и сегодня не дает о себе забыть, а на многие его композиции делаются ремиксы. Я сегодня вам ремиксы испою, потому что я пою только ремиксы. Немножко краткую биографию, но я буду в течение всего вечера рассказывать о нем. Ну, краткую. Артист, прославившийся как Вячеслав Григорьевич Добрынин, родился в Москве в 1946 году, но до 1772 года, значит, настоящее имя, отчество, фамилия музыканта звучали иначе. Вячеслав Галустович Антонов. Будущий композитор и певец имел все шансы носить фамилию Петросян, как у родного отца Галуста Аганесовича, армянина по национальности. Скоротечный роман между родителями случился на войне. Вот, влюбленные зарегистрировали брак в военно-полевом ЗАГСе. В Кенигсберге Анна Антонова и Галуст Петросян встретили победу. Но радостное событие переплелось с печальным. Анна отправилась в Москву, где только узнала о беременности, а Галуст на войну с Японией, а затем к себе на родину. Родные офицеры не хотели слышать о жене, принадлежавшей не к армянской национальности. Вот, поэтому будущий музыкант вырос в неполной семье. Сын Вячеслав получил фамилию мамы. Отца музыканта никогда не видел. Он умер. Только в 1980 году, после смерти Галуста, певец посетил кладбище, где тот был похоронен. Наибольшее влияние на воспитание и увлечение мальчика оказала мама Анна Ивановна. Она потолкнула сына к музыке, которую сама любила. Вячеслав записался в музыкальную школу и выбрал баян. Позже научился играть на гитаре. Вячеслав Антонов посещал элитную школу, где имелась баскетбольная команда. Вскоре юноша ее возглавил. Вот, каникулы мальчик проводил в Смоленской области в доме родителей матери. 14 лет будущий композитор вовсю подражал стилягам. Носил брюки дудочкой, яркие рубашки. А в старших классах парень впервые услышал «Битлз». Я вам хочу сказать, я вот сегодня смотрел фильм про Дабыни. Он сказал, я до сих пор как любил и люблю «Битлз». И прям вот в последнем спел битловскую песню на английском языке. И превратился в поклонника модной группы. Создав группу «Орфей», Вячеслав стал давать концерты в кафетерях перед публикой, специально приходивший послушать и посмотреть на музыканта. Получив школьный диплом, Вячеслав поступил в МГУ, выбрав факультет истории искусств. О том, что в молодости ему нравилось изучать мир искусств, говорит тот факт, что композитор окончил аспиратуру. Но о музыке юноша тоже помнил, успевая посещать занятия в музыкальном училище. Добрынин окончил сразу два факультета. Отделение народное, класс баяна, дирижерская хоровая. Представляете, какой человек. Вот. Как композит, в 1970 году Вячеслав сделал окончательный выбор. Перевесила музыка. Вот. Молодого человека приняли в ансамбль Олега Лунстрома в качестве гитариста. Чуть позже музыкант сменил имя, взял творческий псевдоним Добрынин. Певцу хотелось, чтобы зрители не путали его с коллегой Юрием Антоновым. Я его перепутал. Знаете, какой Антонов когда-то пел песню «Мелочи жизни». Я думал, что это Антоновская. «Мелочи жизни, как мы говорим, и с удивлением в зеркало глядим». И только недавно я обнаружил, что это Добрынинская песня. Это не Антонова. А в 1972 году отчество у него стало Григорьевич и фамилия Добрынин. Стали официальными и были внесены в паспорт. В 1970 году Вячеслав познакомился с Аллой Пугачевой, музыкантами вокально-инструментальной ансамбля «Веселые ребята». Эти знакомства вскоре переросли в плодотворное сотрудничество. В репертуаре музыкантов появились песни Добрынина, многие из которых быстро превратились в хиты. О москвиче заговорили как о состоявшемся композиторе. Он вообще страдал, его никуда не пускали, на деревне не пускали. Он был непрофессиональным композитором и в союзе композиторов не состоял. Песни пели Лев Лещенко, он рассказывал, как он пробивал его песни на телевидении. В конце прыгнул там, что запомнил там этот самый. Роксана Бабаян пела и Иосиф Кобжон. Ну, певец Вячеслав Добрынин. Мы ближе, я потом начну петь. Творческая биография Вячеслава сделала «Крутой поворот» в 1986 году. Артист проявил себя как сольный исполнитель. Все решил случай. Михаил Боярский не мог приехать на запись популярной программы «Шире круг», где должен был спеть песню на слова Вячеслава Добрынина. Это был Вячеслав Добрынин, и ему сказали, «Бери гитару, бери и спой сам». «Ну как, я не пою ее, у меня хриплый голос, у меня там». И песня эта называлась «Спасатель». Помните была? Спасательная, как говорится. Он спасатель. Вот так как раз это было. Но я, знаете что, я спою первую песню, которую пел Боярский. Вот, не спасатель, который приносит, а называется «Рыжий конь». Шоссе скоростно, тугая полоска, И я по бетонной гудящей струне Лечу на гриме, на железной гримящей повозке, Где прадед мой ездил на рыжем коне. Лечу куда-то, день детской, И все равно я день детской. Сто мест важнейших, день детской, Опаздываю разом. А по ночам несколько цаконь Ко мне приходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь. Гасит лиловым глазом. От прадеда пахло ромашкой и мятой, Я пахнул бензином и синим огнем. Сто мест важнейших, день детской, И все равно я день детской. Я вам предлагаю всего лишь разуться, По лугу, как прадед, пройтись босиком. Лечу куда-то, день детской, И все равно я день детской. Сто мест важнейших, день детской, Опаздываю разом. А по ночам несколько цаконь Ко мне приходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь, Красивый лиловым глазом. Сто мест важнейших, день детской, Опаздываю разом. А по ночам несколько цаконь, Ко мне подходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь, Красивый лиловым глазом. Я буду петь не те, которые он пьет. Знаете, мне сегодня сказали, Женщины, там, синий туман, Если петь, что на рану я делаю. Вы можете его так послушать. А вот те песни, которые, знаете, Ну, плохо, не то, что плохо, Которые были классными, И которые, ну, мало поют, Я, наверное, по этому направлению пойду сегодня. Вот. Ну, дальше. Что автор это спел, Он спасателем стал, да? И зрители услышали, И посыпались на телевидении Пачками, мешками, значит, Письма. С этого момента Вячеслав Григорьевич Регулярно выходит на сцену. Ее дискография пополнилась шлягерами Бабушки, старушки, Ни с их ни соль на рану, И другими, вот такими, Которые в 1980-х годах Звучали по всем радио и телевидению. А я вам спою другую песню, Ее редко тоже поют. Так, ну, очень классная вещь. Звучит песня. Сколько раз свела летняя заря, Сколько раз весна приходила в зря, Звездок за окном плыли вчера, А пришла лишь позавчера. Сколько дней потеряно, Их вернуть нельзя, Их вернуть нельзя. Падала листва и метель бела, А где же ты была? Пусть я твоего имени не знал, Но тебя я звал, Днем и ночью звал, И опять меня отступала в клар, Где же ты была? Где же ты была? Ну, где же ты была? Трудно рассказать, Как до этих дней, Что на свете я, Без любви твоей, С кем-то проводил Дни вечера, А нашел тебя позавчера. Сколько дней потеряно, Их вернуть нельзя, Их вернуть нельзя. Падала листва и метель бела, Где же ты была? Сколько дней потеряно, Их вернуть нельзя, Их вернуть нельзя. Падала листва и метель бела, Где же ты была? Сколько дней потеряно, Их вернуть нельзя, Их вернуть нельзя. Падала листва и метель бела, Где же ты была? Дальше пошли. Немножко спели, Теперь немножко расскажу. Вот в 1990 году Фирмен Мелотин Оградила Добрымина Золотым диском За два альбома. Название, Названные Синий туман И Колдовское озеро. Вот давайте Колдовское озеро Я поставлю вам на записи. Чтобы вы посмотрели живьем, Я не знаю, Он сейчас не появляется почти. Алексей сказал, Что он болеет, Но на самом деле Он находится Подмосковье. Так, поехали. Оградила Добрымина Оградила Добрымина Оградила Добрымина Оградила Добрымина Сказочный, загадочный Взгляд голубой Оградила Добрымина 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 Это-это озеро у тебя в глазах, Никуда не денешься, так себе вонит. Калдовское озеро, доллой в огни. Калдовское озеро, это не плеса, Это-это озеро у тебя в глазах, Никуда не денешься, так себе вонит. Калдовское озеро, доллой в огни. Калдовское озеро, доллой в огни. Вот эти пластинки были проданы тиражом 7 миллионов. Представляете, это был такой... Вот, тиражом 7 миллионов купить. В том же году Вячеслав создал группу «Доктор Шлякер». Позднее композитор выпустил, получивший популярность альбом «Вы любите эти песни», в которые вошел яркий трек «Сумасшедший дождь». Но я вам сдаю очень такую другую, другого, совершенно противоположную песню. У него все песни разножанровые. Смог ли я подумать, что вот так вот выйдет, Чтоб все, ну, все рассеется, как дым? Ошибки быть не может, я сам сегодня видел. Ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, А я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты И подарила, и разбила. Ты вчера, была ты, всех на свете ближе. И вчера я верил, что тобою я уйдю. Но лишь глаза прикрою, как вижу, снова вижу, Как ты с другим идешь в руки. Так вот какая ты, а я дарил цветы, А я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты Ты подарила, и разбила. Счастлив тот не будет, кто любовь довидел, Кто смеяться может, как над самым дорогим. И что ни говори ты, я сам сегодня видел, Ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот какая ты, надежды и мечты, Ты подарила, и подарила, и разбила. Ты... Так вот видите, как. Спасибо. Вот. Пойдем дальше. Вот. В 1995 году появилась композиция «Ах, какая женщина». У него настоящим шлякером стала «Льется музыка». Но «Льется музыка» будет в конце у нас. Который музыкант исполнил в дуэте с Машей Распутиной На ежегодном фестивале популярной музыки Песня года 90. В 90-е годы выходили клипы музыканта на песни «Казино», «Стена», «Не ревной». Также был снят ролик на совместную с Андреем Державиным песню «Не забывайте, друзья». Вот «Не забывайте, друзья», я и спою сейчас вместе с вами, я думаю. Вы же ее знаете? Да, да, да. Да, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok ôл DimaTorzok Я вам сказал, все в ремиксе Так, чего-то клячит у меня Ревера нету, живем поем, так сказать Так, пойдем дальше В 2003 году на песню Спасибо за то, что была Новый материал Добрынина Записывал со своей группой Доктор Шлягер Позднее музыканты коллектива Нередко выезжали на гастроли Без участия художественного руководителя Выступая с песнями его репертуара Они сейчас точно так же делают Вот Алексей Зардинов, он же приезжал без него Вячеслав Добренин часто появлялся в числе гостей фестиваля шансона «Эх, разгуляй!». Публика всегда тепло встречала исполнителя популярных хитов. Очередное выступление, которое в 2017 году состоялось в спорткомплексе «Олимпийский», зал хором подпевал маэстро его хит. Какой бы? Кто скажет, какой бы? Никто не смотрел? Это хорошо. Поем вместе. Мощи, чем в глаза, взгляну в твои глаза, И слова припомнился и снова повторю. Кто тебе сказал, но кто тебе сказал, Кто придумал, что тебя я не люблю. Поет Алексей. Это Алексей поем вместе. Звучит ли я, нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, И ты люби, люби всегда. Люби меня. Верить не хочу и думать не хочу, Что придет разлука и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, а то я кричу, Если снится, что меня не любишь ты. Я каждый же святый взгляд. В твой душе в реку я пловил зверяце мое. Звучит зиня, нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, И ты люби, и ты всегда люби меня. Если ж напеду, а если напеду, Разлучит судьба нас не во сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду, Океаны и моря переплывут. И на что судьбе, разлучишь ты судьбе, Вновь звера, вновь звера, снова повторю. Я не знаю, нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, И ты люби, и ты люби меня. Я ждал, когда-то вы запоёте, запили. На своих концертах, когда я работаю на садю, И весь знал, поёт, и ногами плови, На строй стопьёт. В твой душе любовь, вновь зверяце мое. Звучит зиня, нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, И ты люби, и ты всегда люби меня. Я каждый жест, каждый взгляд в твой душе берегу, Твой голос в сердце мое. Звучит зиня, нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, И ты люби, и ты всегда люби меня. Мне хотелось, чтобы вы их услышали, Но согласка с ним одинаковая, так сказать. Дальше. После выступления артист заявил журналистам, Что устал от концертной деятельности, И хочет посвятить себя семье. Он сейчас так и делает. Поскольку причиной завершения турской карьеры Стало плохое состояние здоровья. Помимо музыкальной деятельности, Вячеслав Добринин регулярно оказывается Среди участников различных проектов и мероприятий. В 2017 году певец стал гостем программы «Честное слово», Которую вёл Юрий Николаев. В начале 2018 года Добринин вошёл в жюри конкурса «Мисс МГУ 2018» составил компанию Валдису Пельше, Яне Чуриковой, Тутте Ларсен, Марку Тижману. Спустя три месяца маэстро не мог отказать Звезде эстрады Тамаре Гвардстелле И стал участником её юбилейного концерта, Который прошёл в Государственном Кремлёвском дворце. Вместе с артистом исполнили песню «Сумасшедший дочь». Кто-нибудь слышал эту письму? Нравится, да? В апреле 2019 года Вячеслав Григорьевич Выступил на очередном фестивале песни В жанре шансона «Эх, разгуляй!» Где вновь исполнил хит «Кто тебе сказал?» Вы знаете, вообще её пою на полную мощь. Сегодня хотелось показать, да, что там Лёшин, Как сказать, подголосок и на всех этих видео, минусовках. Так, концерт транслировался в эфире Первого канала. Позднее очередное сольное выступление музыканта Состоялось на праздновании Дня города Москвы. В этом же году певец выступил на юбилейном вечере Юрия Николаева. Вместе с Жасминой исполнил песню «На теплоходе музыка играет». У нас сегодня гостья, она из Бреха, у нас из Екатериндорга, да? Из Челябинска. Вот, давайте я поставлю слова, сейчас я открою слова. Я поставлю слова, она будет петь, давай подпевать. Я в второй раз тоже пою. Ну ничего страшного, я прошу, вы поаплодируйте человеку, который на караоке нас очень хорошо пел. Я решу зайдите. Возьмите, пожалуйста. Это вообще-то женская песня, поэтому я давайте сымпровизируем. Все идет? Раз, раз, раз. Сейчас. На теплоходе. Пойте. 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 И если бы пыталась тогда, Что ты мне предназначен судьбой, Но потом целый год вертала теплогод, Чтобы вновь подстречаться с тобой, Чтобы вновь подстречаться с тобой. На теплогод эмоции проиграет, А я одна стою на берегу, Машу рукой, а сердце замирает, И ничего поделать не могу. Я не могу, не стоя на берегу, А я одна стою на берегу. На теплогод эмоции проиграет, И ничего поделать не могу. Когда теплогод эмоции проиграет, А я одна стою на берегу, Я к тебе по нему не дойду, Я к тебе по нему не дойду. На теплогод эмоции проиграет, А я одна стою на берегу, Машу рукой, а сердце замирает, И ничего поделать не могу. На теплогод эмоции проиграет, А я одна стою на берегу, Машу рукой, а сердце замирает, Машу рукой, а сердце замирает, И ничего поделать не могу. И ничего поделать не могу. И ничего поделать не могу. В ноябре 2019 года вокруг имени Добрынина возник скандал. Артист после выступления на дискотеке 80-х назвал современных артистов тупыми, подчеркнув, что сам он окончил Московский государственный университет, еще и эсперантуру. Кино и телевидение. Еще одной страницей в судьбе музыканта стала работа в кино. В частности, Вячеслав Григорьевич внес свою лепту в создание новых серий. Ситком «Осчастливые вместе», трансляция которой началась на телеэкранах в осенью 2018 года. Композитор поработал над музыкальным сопровождением проекта. Новый сезон посвящен семейной жизни супругов Букиных и их детей. Но в отличие от предыдущей серии, отец семейства становится государственным деятелем, который мечтает изменить жизнь города. Помимо того, что Добрынин написал музыку, к ряду картин артист также засветился в кадре. Первой незначительной работой исполнителя стало его появление в эпизоде криминального фильма 1973 года «Черный принц». Тогда ему пришлось лишь изобразить участника музыкальной группы в ресторане. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, говорил он между этим, плохо не только поют, но и говорят, и выразить мысли свои не могут. Это он все продолжает. Роль в кино еще 500 досталось спустя еще 20 лет. Кинокартине «Американский дедушка». Добрынин блестяще сыграл колоритного американца Сэма. Успешное переоблачение состоялось во много за счет актерского таланта и подходящих внешних данных. Ну, в этом самом деле. В 2021 году любимец публики порадал поклонников, вернувшись на телевидение в программе «Суперстар. Возвращение». Ну, а я спою, разбавив эту атмосферу, песней «Незаботка». Мы с тобой встретились посредине лета, были голубыми небо и цветы. Я скажу спасибо, случаю за это, что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой и еще подумал про себя тайком. Что тебя назвал бы только незабудкой, голубым нежным солнечным цветком. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка, значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я вживу как будто, и тебе незабудка не забуду никогда. Так судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Незабудка, даже твое имя неизвестно мне. Как только остается мне с тобой встречаться, С звездными ночами, да и то во сне. Я стою волнуюсь в телефонной губке, Телефон планкета мне нашли друзья. Незабудка, наверное, мудр, здравствуй, незабудка, Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, Иногда одна минутка, значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я вживу как будто, Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, Иногда одна минутка, значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я вживу как будто, И тебя я незабудка, незабудка, никогда. Никогда. На счету звезды два брака. Первой женой певца и композитором стала женщина по имени Ирина. Этот брак закончился через 15 лет. Но по этому поводу я спою песню его, Если я очень хорошая, так ее тоже все любят. Так. Так, где она? Вот она. Так, где она? Прощай всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаёмся навсегда, под белым небом января. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, А чтоб понять мою печаль, пустое небо, посмотри. Помнишь, плыли выше неб, и вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, что это были альпины. На-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Прощай среди сену, среди зимы, никто нам лето не вернёт. Прощай, 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 вернусь назад, И ножом лить в пыльских звёздках небослов. Прощай, ничего не обещай, и ничего не говори, А чтоб понять мою печаль, пустое небо, посмотри. Ты помнишь, плыли выше небо, и вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Неглазная её называет песня Лайло. Прощай, ты же ты, встает заря, И верю приходит зарода. Прощай, 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 прощай. Прощай, под белым небом я твоя, Мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, А чтоб понять мою печаль, О, Свою небо посмотри. Ты помнишь, плыли выше, нет, И вдруг погасли две звезды, Но лишь теперь понятно мне, Что это были я иду. Слушайте, это не утомительно, что я рассказывал. Я вообще раньше делал, я брал все песни, одна за одной, это, конечно, хорошо, когда одна за одной песни пьют, и весь публика не успевает, как говорится, остановиться. Ну, вот так мне на этот раз хотелось. Итак, у этих супругов, а первые у нее супруги родилась дочь Екатерина Добрынина, которая после окончания школы отучилась в Алгике. Затем девушка вместе с матерью Екатериной Добрыниной имбрировала в Америку, где вышла замуж за телеоператора Шейна МакГафи. Позднее музыкант признался, что молодость и повел себя эгоистично по отношению к дочери, не уделял ей должного внимания. О чем сейчас жалеет? Личная жизнь Вячеслава Добрынина наладилась в 1985 году. В возрасте 39 лет артист женился во второй раз. Супруга тоже Ирина. Архитектор по специальности, она сейчас выстроила дом, значит, по своему проекту, она архитектор. Вместе пара и сегодня. Но общие дети в союзе не появились. Добрынин сохранил теплые отношения с первой женой, поэтому на фото частенько появляются обе семьи. В 2000 году дочь Катя сделала отца дедушкой, подарил ему двух внуков, Соне Добрынину МакГафи и Александра Добрынина МакГафи. В отличие от родителей, которые посвятили жизнь телевидению, Соня и Александр стали заядлыми музыкантами. Внучка исполнителя удивляла родных собственными сочинениями. Брала уроки вокала, а внук освоил игру на ударные установки. В 2016 году София поразила российских слушателей, спев с дуэтом с дедом на юбилейном концерте. В 2019 году здоровье артиста ухудшилось. В октябре Добрынин был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт. Позднее стало известно, что у исполнителя случилась ишемическая атака, микроинсульт. Диагноз не смертельный, но потребовал смены образа жизни, отказ от вредных привычек, полноценного сна и минимум нагрузки. Я хочу спеть еще одну песню. Знаете, я очень часто ее пою, но она такая... даже не могу, как сказал. Субтитры создавал DimaTorzok Край, любимый, край заветный мой, Край, что я зову родной землей. Лишь в твои просторы возвращаясь, Я знаю, что вернулся я домой. Вот опять, как в детстве я смотрю На твою огромную зарю И уходят прочь мои печали И вновь я говорю, с волнением, любовью говорю. Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою, на счастье дома Одна ты на свете и сердце одна Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою, на счастье дома Одна ты на свете и сердце одна Как люблю земля, твои луга Холмы и крепкие берега Снежною, зимой и жарким летом Ты сердцу дорога Родная, 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 родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою, на счастье дома Одна ты на свете и сердце одна Много стран на белом свете есть Где чудес невиданных не счесть Много стран на свете и сердце знаю Что счастлив только здесь Что счастлив быть могу я только здесь Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля Ты доброй судьбою, на счастье дома Одна ты на свете и сердце одна Родная, родная, родная земля Холмы и равнины, леса и поля И доброй судьбою, на счастье дома Одна ты на свете и сердце одна Родная, 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 родная И следующую песню тоже Жарко С этой девчонкой знаком я давно С нею когда-то Каким я пятно С нею за партой я в школе сидел И проклятел ее И провидел сижу тихонько Я в стороне Кричат им горько А горько нет Ах как не горько Ах как не горько Что это горько Кричат мне Встретится взглядом С невестой боюсь Вдруг она в классу поймет Мой вкус Вдруг она скажет А где же ты был Если любил меня Если любил Сижу тихонько Я в стороне Кричат им горько А горько нет Ах как не горько Ах как не горько Что это горько Кричат мне Снова постарались Спешат молодых Снова невесту Целуют Жить А что я наделал Смотрел я туда Ведь навсегда Это Ведь навсегда Сижу тихонько Я в стороне Кричат им горько А горько нет Ах как не горько Ах как не горько Что это горько Кричат мне Ах как не горько Ах как не горько Ах как не горько Что это горько Кричат мне Ах как не горько Ах как не горько Что это горько Кричат мне Сижу тихонько Я в стороне Кричат им горько А горько Ах как не горько Ах как не горько Ах как не горько Ах как не горько Что это горько Кричат мне Что это горько Что это горько Кричат мне Ах как не горько Ах как не горько Как перспективе То в одном ключе Как подольше пожить А все остальное Творчество Это уже не важно На счету композитора Порядка Сколько вы думали Песен у него 300 700 Зарегистрированных песен Когда-то я Давно сделал Папури Из 26 своих хитов Представьте Папури Из 26 хитов Каждый Прозвучал Небольшим фрагментом И все это Вылилось 14 минут 27 секунд Начни петь Мои песни Целиком Можно петь С утра до вечера Вот Ну И Начнем А еще знаете Еще одна такая Я пропустил Ну Ой-ой-ой Пропустил Нет Знаете Нельзя пропускать Такие песни Спешу Время-то уже У нас половина А я еще Я еще и все спел Ну ладно Давайте Уже осталось 5 минут Тогда допою Эти и не буду петь Не 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 то Ну Ну после такой Если очень давно, помню, шло одно кино, Там забавная песенка звучала. Пристошло много лет, это песенки куплет. Но там думаю, и чтоб неспозного вспомнить я пою. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство бьете, И все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя, на работе, А не всем не пустяно. Ой, напрасно, тетя, вы как звезды любите, Муж в ответ и семенин. Так что не пустите, и его возьмите, Ради ваших именин. А кто за годом ищет, и рачер дядя ждет и все, Недостатка, что петли не знают. И никак не пойму, вспоминаю, почему Этот в общем незатейливый сюжет. Ведь ни дяди у меня на свете нет, нет, нет. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство бьете, И все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя, на работе, А не всем не пустяно. Ой, напрасно, тетя, вы как звезды льете, Муж ваш редкий свинит. Так что не грустите, и его просите, Ради ваших именин. Если дождь пьет в окно, и ничуть не скрещло, Не припомнилась давняя обида, Как спасательный круг мне бросает памяту, Всех безоблачный хлеб, точнее скрещной. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство бьете, И все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя, на работе, А не всем не пустяно. Ой, напрасно, тетя, вы как звезды льете, Муж ваш редкий свинит. Так что не грустите, и его просите, Ради ваших именин. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство бьете, И все смотрите в окно. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство бьете, И все смотрите в окно. И все смотрите в окно. Заброшенный, опустевший старый дом, Без длины покинуты, И колодец под окном с небом обрадим. Колодец, колодец, дай воды напиться, Колодец, колодец, дай мне поглоток. Быть может и может еще возвратиться, Счастливое время и в наш уголок. Мы не зря пришли сюда, Здесь обиды кончатся, И мы сейчас навсегда, А с тобой расходятся. Мы сюда еще придем, Чтоб ваших какаяться, Ведь колодцы даже днем, Звезды отражаются. Ведь колодцы даже днем, Звезды отражаются. Колодец, колодец, дай воды напиться, Колодец, колодец, дай небо хваток. Быть может и может еще возвратиться, Счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Колодец, колодец, дай воды напиться, Колодец, колодец, дай небо хваток. Быть может и может еще возвратиться, Счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Быть колодец, дай воды напиться, Колодец, колодец, дай небо хваток. Быть может, быть может, еще возродится Счастливое время и в наш уголок 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 Словно крылье за спиной Возникнет музыка моя Льется музыка, музыка, музыка По обещания воды, в зелях Сто на тихо играет на дуточки От которую дружится земля Льется музыка, музыка, музыка И в ороке усталин dranき Бесконечная, вечная, мутая, А готовной так хочется жить. Нет, всё, конечно, не сбылось, По кофеле мельканье дней, Но, если что-то удалось, Спасибо музыке моей. Вот зазвучала попула, Спуская с дивной высоты, И до невидимых крыла Меня вносят из педы. Всё ненужное, ложное, смутное Развечать развеет спеша, Льётся музыка, 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 О которой светлеет душа, Бесконечная, вечная, мутая, От которой так хочется жить. Бесконечная, вечная, мутая, От которой так хочется жить. Бесконечная вечная мудроя, от которой так хочется жить.